Всем привет, ребята! С вами видеоблог о самостоятельном путешествии с Симхотом. Мы продолжаем путешествие по Соединённым Штатам Америки. И сегодня необычный выпуск. Сегодня мы находимся в Лос-Анджелесе. Вот это поворот, ребята! Здорово, братан! Зажигает! И чтобы сделать бомбштурс по США, нужно потратить минимум... В общем, это будет самый ровный выпуск, который был на нашем канале. Погнали! Начинается всё с того, что мы, ребята, сегодня проснулись. Это Лос-Анджелес. Вот такая тихо-спокойная улочка этого замечательного города. Огромного города. Хорошая сегодня погода. И спали мы вот в этом доме, потому что нас пригласили наши подписчики, самые лучшие подписчики на свете. С виду, кажется, маленький домик, а заходишь внутрь, там просто вообще целые хоромы, целый дворец. Здесь у нас висит флаг США. Короче, это Паша, ребята, знакомьтесь. Мы позже у него интервью возьмём. Сейчас я отвлекать не буду, он работает. Такая вот здесь гостиная. Здесь вот можно потусоваться на диванчике, стеклянный стол, все дела. Здесь тоже получается, ну здесь всё гостиная большая, всё большая гостиная, диван. Потом мы попадаем вот сюда, здесь у нас кухня. Огромная длинная кухня. Здесь мы сегодня с Лизуном спали. Нам выделили вот такую комнату. Вот такой домик, ребят. А сколько стоит аренда? Сегодняшний день 3 300. 3 300. Прикиньте, 3 300. В сравнении с Флоридой. Да, да. Помните, когда мы были в Майами, ребята снимали там. Так, ребята живут, снимают дом. 2000 долларов в месяц. У них с бассейном было 2000, а здесь 3300 долларов в месяц. Это ещё дёшево. Мазерати, потому что Пашка владеет своим собственным салоном проката автомобилей. И дилерской конторой. И вот у него Мазерати. И сейчас мы видим, когда-то Мазерати, а наш красный Феррари вот стоит здесь сбоку. Он такой грязненький и отдыхает. Сегодня он на отдыхе. Ездим уже, наверное, 10 минут по этим горам, где находится этот надпись Голливуд. И очень сложно найти парковку, просто нереально. Катаемся туда-сюда, там дорога закрыта, там перекрыта, там что-то копают. И везде написано Пермит, то есть парковка только для тех, кто здесь жив. Короче, ищем, надеемся, что-то найдём. Друзья, чтобы посмотреть на эти замечательные буквы, мне приходится делать такие невероятные трюки и вылезать через окно. Потому что дверь прямо рядом с бордюром, вот так вот, и не вылезти. Короче, смотрите, вот буквы те самые, офигеть. Ещё одна наша мечта сбылась. Мы стоим прямо здесь, в, не знаю, 200 метрах. Ты рада? Да. Чтобы бывало на буквах. Вот это я понимаю. Вот эта улица звёзд справа, смотрите, куча-куча звёзд. Звёзды Голливуда. Офигеть! Мы доехали до самого центра этой улицы, которая называется Холливуд... Как она? Голливуд бульвар. И вот здесь куча людей, смотрите, сколько туристов. Все ходят. Интересно, что здесь будет ночью. Ночью, наверное, веселье полным ходом. Так же, как в Лас-Вегасе. Проверим. Надо найти какую-нибудь звезду, которую мы знаем. Паша вообще живёт здесь сколько лет уже? Одиннадцатый пошёл. Одиннадцатый год, и сюда приезжают только раз в год. И когда к нему гости и родные приезжают, он их сюда приводит, как нас. И в основное время... Вот ещё объезжаются. Объезжают, да, потому что здесь много людей, туристы. Очень клёво. Макс, тебе повезло с погодой. Я думаю, что все стоят, да? А здесь у нас кто? Правда, здесь Майкл Джексон, все фотографируются. Даже есть звезда, посвящённая Микки Маусу. О, Барбара Стрейзен. У-у-у, да. Кто смотрел Наша Раша? Вот, нормально, Брюс Уиллиса нашли. Короче, ребята, здесь все красуются, не будем уделять им особого внимания. Они так звёзды, и нормально им хватает, вот. Все звёзды далеко-далеко-далеко туда они уходят. Обычно, когда Лиза меня приводит в магазин магнитов, там, знаете, очень-очень много магнитов. И, например, только два магнита, и они очень клёвые, которые можно купить. Сейчас мы дошли в первый попавшийся магазин магнитов. Здесь просто каждый магнитик, он вообще идеальный, и хочется каждый из них купить. Вообще, один магнитик стоит 4 доллара 99 центов, а если берёшь 3, то 12 баксов. Ваша, куда ты нас привёл? Что это? Это небезызвестный китайский театр. Да. Включается Оскар каждый год, весь Голливуд перекрывается, здесь всё заполняется лимузинами. Здесь, собственно, Декабрь получил Оскар в том числе. А что здесь у нас происходит на плитках? И, насколько я знаю, это известные актёры и режиссёры оставляли свои автографы прямо на асфальте во время премьеры каких-то фильмов. Если обратишь внимание, там написано дата и название фильма. Прикольно. Ребята, Спайдермен уже не тот. Дай, бро. Что случилось, ребята? Я не знаю. Где ты называешь? Где ты называешь? Росия. О, Россия. Привет, всем. Дай привет, мистер Путин. Мы любим мистера Путин. О, хорошо. Путин – это лучший, номер один. Пока-пока. 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 Видите, уже Спайдермен этот в политику подался. Ну, погуляли и хватит. Интервью с Супермена взяли. Ой, с этого. С Спайдермена взяли. Звёзды. Топчем звёзды. И направляем сейчас в сторону Беверли-Хиллса. Нужно забрать наш автомобиль, потому что… Сколько парковка стоит здесь? 2.50 за 12 минут. Пригиньте. То есть мы сейчас погуляли где-то на 10 долларов. Офигеть. Всё, срочно в автомобиль. Едем в Беверли-Хиллс. А вообще, смотрите. Лос-Анджелес – это не то, чтобы это один город – Лос-Анджелес. То есть в этом городе куча развитых новых городов, да? Может, 40-50 городов. То есть вот Беверли-Хиллс – это раз. Какие ещё есть? Голливуд – это два. Это два. Что ещё? Три. Два-пять. Горсина – это четыре. Санцамоника – это пять. Офигеть. Один – это шесть. Гурбанка – это семь. Глендейл – это восемь. И в каждом из этих городков свои законы. То есть можно в этом законе… В этом городе? Да. В этом городе можно, допустим, идти на улице. И курить на улице. И курить на улице. И курить на улице. А через дорогу вот у другой города нельзя. Очень клёво. И все эти города, вы не понимаете, где вы сейчас находитесь. То есть вы в Беверли-Хиллс находитесь и моментально попадаете в другой город. И они плавно перетекают из одного города в другой. И некоторые особо ярые фанаты, они приходят на это место с щёточками. И свою любимую звезду начищают до блеска, чтобы она блестела. И потом фоткаются, да? И потом фоткаются, да. Поэтому, наверное, некоторые из них затоптанные и грязные, а некоторые более-менее блестят. Здесь такое атмосферное место. Ребята болеют. Американский туббол. Что на тебя все посмотрели? На мои трусы, да? Да. Это называют, знаете, идёшь в туалет и попадаешь в такое атмосферное место. Отправляемся в следующее место, которое называется Беверли-Хиллс. И по дороге возьмём Пашки интервью. Давай, Паш, рассказывай. Чем ты занимаешься? Нашим людям очень интересно. Как это так получается, что здесь живёшь 11 лет и вот чем занимаешься? Ну, последние 5 лет в автомобильном бизнесе. Свой небольшой автосалон. Попутно к нему уже аренда. Попутно к нему уже лизинг новых автомобилей. Попутно к нему уже экспорт в другие страны. Давно этим уже занимаешься? Да. Уже пошёл пятый год. В принципе, мне нравится. Приносит удовольствие. То есть, ну, лучшая работа – это оплачиваемое на хобби. Я не считаю даже, что это работа, я считаю. Сейчас наверняка все думают, короче, у Пашки было куча денег, бабла. Он приехал на эти Штаты. Всё это бабло вложил и сразу у него получился бизнес. Это не так, да? Да. Всё, всё начиналось? Выше, чтобы это было так. Начиналось. Начинали, как и все тут приезжие, с каких-то черновых работ. Потом потихоньку, потихоньку. То есть, денежки копили, копили, вкладывали, да? Да, какой-то минимальный какой-то капитал. Ты вкладываешь чуть-чуть его, увеличиваешь чуть-чуть, чуть-чуть его. Заняло там 5-6 лет. Ну, допустим, сейчас у нас в инвенторе где-то около 60-70 машин. То есть, начинали, мы там было буквально 2-3. То есть, начинали вообще с ничего. Короче, ребята, если приезжаете, пожалуйста, мы ссылочку под видео оставим на Пашкину контору. Супер крутую по аренде автомобилей. Скидка. Да. А давай реально сделаем скидку. Давай. Короче, ребята, кто приезжает в Лос-Анджелес, обращается к Паше в контору по аренде автомобилей. Говорит, что мы от своим ходом. Все. И Паша сделает какую скидку? 20%. 20% вообще огонь. Ого, ничего себе. Так что давайте. 20% я сама возьму сейчас. И это Беверли Хиллс, ребята. Смотрите, как классно. Высоченные пальмы. Просто. Да. Они прямо гнутся над дорогой. Очень красиво. Офигеть. Офигеть. Даже не верят, что мы сейчас здесь находимся. Соединенные Штаты, Беверли Хиллс, Лос-Анджелес. Сейчас мы едем в следующее место. Это место называется Пляж Венис. Там, где находится знаменитая площадка, где там все качки крутые. Чуваки, девчонки занимаются спортом. Видишь, накачивает чулочку? Ребята свой рыбачок толкают прямо на... Вместо идти мы сейчас. Да. В общем, мы приехали на пляж, который называется Бенис Бич, да. Типа Венеция. Потому что справа от пляжа находятся такие каналы. Но они сейчас засохли, потому что засуха. Вот такой рубил его здесь, ребята. Очень много народа. Та самая площадка, где качаются ребята. Кто играл в ГТАшку наверняка помнят, да? Помните? Здесь еще была миссия. Стоял чувак, занимался ей просто со снайпинг. Им нужно было его вырубить. Мы подходим к самому эпицентру этого пляжа. Здесь ребята играют в баскетбол. Место очень атмосферное. На самом деле, я здесь очень сильно прочувствовал прям вот этот американский, да? Стиль вообще поведения людей. Здесь такие афроамериканцы. Здесь такие йоу-йоу-йоу. Баскетболчик рубятся. Мы же подходим к пляжу. И здесь есть серфинг, ребята. Смотрите сколько серферов. Огромные волны. Погодка, правда, немного испортилась. Сейчас будем запускать квадрик, ребята. Покажем вам вид на пляж с воздуха. Здесь столько людей. Это пока же самый широкий пляж, на котором мы были в Соединенных Штатах, да? Итак, раз, два. Перед вами прямо сейчас открываются в косо до этого замечательного пляжа. Полетели. Это просто жесткий чел. Сразу что-то впаривает. Хотел бы снимать, как он играет. Сразу прекратил. Почти уже три часа здесь находимся. И знаете, даже не были у самого основания пляжа, где разбиваются волны океана. Что за дела? Надо исправить. Мы идем. Смотрите, какой широкий пляж. Просто здоровенный вообще. Без жиреньких чаек здесь тоже не обходится. Поэтому их здесь в достатке. Потому что их туристы подкармливают. Смотрите, они больше похожи на пингвинов жирных. Но люди лежат. Здесь, знаете, как холодно. Такое ощущение, что градусов 15. Мы снова с вами возвращаемся в ту самую GTA. Кто играл? Пожалуйста. Вот этот мост, на котором колесо обозрения. Эти маленькие американские горки. И сейчас идем прямо туда. И это место находится в другом городке. То есть мы с вами сегодня были уже в Беверли-Хиллз. 9210. А теперь у нас городок, который называется Санта Моника. И все это, соответственно, находится внутри Лос-Анджелеса. Потому что в Лос-Анджелесе много разных городов. То есть один большой город, который включает в себя очень много других разных городов. Можно уже плакать. Все, кто играл в GTA, можно плакать. Прямо сейчас пускать скупую слезу. Ностальгировать. Я прям четко помню, что здесь, когда я играл в эту игруху. Справа была парковка. Правда на ней было очень мало автомобилей. Максимум три. Я прям с моста разгонялся. Он туда выпрыгивал. И уезжал куда-то вон туда. И, в общем, уезжал из моста. И вот здесь такая деревянная пристань огромная. Слева здесь магазинчики. Здесь, я помню, пару чуваков бочканул на снайперке. Прям мозг. Так. Кровища была, брызгала. Здесь так сделать нельзя. Вы думаете, что только я в GTA играл? Да вообще-то Пупсон у меня всю GTA прошел. Я тут на велике гоняла. Я ей помогала. На велике гоняла. Она тут на велике рассекала. Вообще убивала всяких плохих чуваков. Убивала всех. Миссии выполняла, да. А в GTA онлайн, когда играешь в GTA онлайн. Вот здесь, смотрите, слева. Здесь начинается миссия. Там какие-то две тачки приезжают. Нужно их взять и перегнать в другой район города. Мы добрались до местного Адлера, ребята. Или Сочи. Как вам? Или Алушта. Алушта. Туапсе. Вот пляж Санта Моники. Прямо напротив моста. Рядом с мостом куча-куча людей. Офигеть. И судя по всему там купаются истинные моржи. Потому что даже стоять на мосту очень так прохладно. А вот такого в GTA точно не было. В конце пирса очень много рыбаков. И все пытаются поймать здоровенную акулу. Вот это поворот, ребята. Здорово, братан. Зажигает. Как я надеюсь, что мой голос был длинным. Такая атмосфера, ребята. Можно сойти с ума, реально. Ходят ребята, собирают деньги. Кто-то залезает на машину, песни поет. Машина вся в краске. Потом это водитель пассажиров. Да ладно. Да ладно, он жгет. Прикиньте, друзья. Это водитель. Он выйдет из машины. И сейчас там внутри никого нет. Собака вместо водителя. О, поехали. В трусах нормально вообще. Красавчик. Секси Веган. Прикиньте, у меня на машине написано Секси Веган. Ребята, у него есть канал на Ютубе. Секси Веган. Прикиньте. Мы сейчас дошли на Ютуб и нашли его канал. Сколько подписчиков у него? 62. 62 подписчиков. Офигеть. Мы за ним, короче, едем. Палим его куда. Давай ему скажем, что у него охеренный канал. Потому что мы его фанаты. Видимо, он только начал пытаться подписчиков набрать, да? Секси Веган от нас ушел по проводам. Мы приехали на Санта Моника бульвар. И здесь так называемая улица людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я сейчас просто буду идти и снимать. И то, что пойдет в кадр, то вы и увидите. Честно говоря, друзья, как-то не по себе идти с камерой. Потому что я здесь один с камерой. И сразу понятно, что я снимаю их, понимаете? Я их снимаю. Не было диагноза, что я с ребятами разговаривал. Но сейчас по этой стороне стоят все ребятки. Вот эти вот. Вы все это прекрасно видите. И все эти клубы, они рассчитаны на геев. Где же есть лизбиянки? Да, а тут только лизбиянки и геи. А, здесь все. Здесь и девчонки лизбиянки, и парк геев. Если вы сейчас посмотрите вот в эту сторону, да? То увидите, что одни парни сидят и друг с другом общаются. Ну, в общем, все понятно, да? Такая достопримечательность. Такая достопримечательность. Виталий! 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 Ну, попробуй спел. Ты уже поцеловался? Поцеловался? Поцеловался, Стас. Ага, где нашла друга? А, где он еще и русский. А, ты еще и русский. Привет! Хай, как дела? Отлично. Виталик. Я тебя познакомил. Очень. Хай! А, Лиза! Ты работаешь? Гуляешь? Гуляешь? Работаю. Нет, ты сидишь. Гуляем. Он похож на человека, который работает. А вы идете? Мы просто человек гуляем. Мои друзья с России приехали. Просто гуляем. Вы из России? Откуда из России? Из Питера. Мы блогеры. У нас канал. У меня все. Мы travel channel. Мы travel channel. У нас не travel channel на YouTube. Они снимают это live. Слушайте, я должен улыбаться. Да, да. Слушайте, как будто сменитая. Да. Хочешь? Хочешь выпуски про Лос-Анджелес? Ты хочешь дать мини-интервью какую-нибудь? Лос-Анджелес – это лучший место в мире. Отлично. Да. Вы должны прийти и пить с нами. Да. Лос-Анджелес. Водка. 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 Вот такой вот чувачок. Вот как вам, ребята? Это чувак. У него раньше была девушка. Я их знал как пара. Ааа. Потом в один прекрасный день. И вот мы увидели. Сюда в гости пришел и так потусил. Все. Не понял, что я тебе был таким, да? Он тебе такой. Да. Водка. Да, ребят. Здесь таких много. И здесь это нормально. Ну, по крайней мере, в этой части улицы. Да. Я не знаю, нормально это или нет, это решать вам. Пишите в комментариях. Я просто снял, вам показал. Так как мы видеоблогеры, мы обязаны были вам показать эту улицу. Сделай как он. Давай, дай пять. Он так вот. Мурлял. Вы заметите, какая фишка произошла. То есть нас Пашка привез на эту улицу. Типа я вообще не при делах. Просто вам покажу. Тут геи, лесбиянки гуляют. Просто идем в первый бар. И мы, о, Пашка здоровая, короче. И геи вылезают. Дай пятюню. И мы с ним зависли там. Вот так. Паша спалился, короче. Все с ним понятно. Пашка, все с тобой понятно. Я не хотел сюда ехать. Так вот. Когда я прихожу в зал, они все такие накачанные. Ни у кого волосиночки, нигде нету. Выглядят они, конечно, круто. И все геи, да? Все геи, блин. Почему красивые мужики геи? Так у тебя вот мужик идет слева. Все. Нет. Это же нормально, да? Это же лучше. Где никто не пристает, да? В зале. Она там одна, по себе. Все геи ты никому не знал. Вот LA фитнес наш. Там одни русские мужики такие, знаешь. Не подзанимаешься. Ходят такие. Все клеятся, да? Да, да, да. На то мой зал отличный. Поэтому ты выбираешь зал с геями, да? Да. Это мой выбор. Ну что, можно хоть посмотреть? Вот здесь. Здесь даже, да, вот эта пешеходная дорожка. Зебра, да? Она в виде гейского флага. Красота вообще. Гуляем по гейскому району. Мы приехали в обсерваторию, где находится смотровая площадка с видом на весь Лос-Анджелес. Горячие там огни, да? Горячий город. Пашка взял с собой квадрокоптер, который он вот сюда сейчас внес примерно минут 10 на гору, да? И прямо... Упереться вот в этот знак. И просто обломался, потому что дроны здесь запрещены. Вот мы и забрались на самый верх. Обсерватория. Вид на город Лос-Анджелес. Ночь. Очень круто. Но мы сегодня просто так устали, потому что нас Паша просто вымотал. Он нас забрал все силы, показал нам весь город, по всем местам покатались. Да, теперь Паша будет тупо месяц дома отсыпаться, да? Пока мы уедем. Наступил новый день в Лос-Анджелесе. Мы только что проснулись, позавтракали. Ребята все разъезжаются. Пашка уехал. Давайте, до вечера, до вечера. Классная машинка красная. Домик наш остался вот здесь. А мы сейчас все-таки уже едем на своей машинке, на черной. Toyota Prius. Сегодня у нас не будет в Мазерате черного. Будем кататься на своем красном Феррари. Два часа ехать от Лос-Анджелеса до города, который нам все советовали. Ребята, все едьте в Сан-Диего. Это нам договорились в смысле. Едьте в Сан-Диего. Там вообще просто нереально. У нас уже такое дикое перенасечение всеми вот этими штатами, всеми городами, что мне вообще абсолютно все равно. Сан-Диего это, Лос-Анджелес, Майами. Нужно срочно ехать домой, отдыхать. И потом с новыми силами возвращаться в США. Потому что реально в месяц путешествия это просто вынос мозга вообще. Столько эмоций, столько всего. Что сейчас, то есть точнее все эмоции, они остались. Примерно 5 дней назад они все потухли. То есть вот первые 20 дней были просто эмоции. Очень нравилось все. Сейчас просто приезжаешь в какое-то место. И ну да, красиво, классно. Но ты идешь, у тебя ноль эмоций. Потому что ты уже устал путешествовать постоянно в этом автомобиле, да? Там плавают котики. Их так мало. Я когда смотрела видео, здесь было просто все усеяно котиками. А сейчас просто вот вредка. Сан-Диего вперед. Музыка обошла. Пытаемся поднять себе настроение. Как будто мы первый день в США. Ещё не прошло 30 дней. Не понятно как мы прилетели. Мы приехали в дорогу на наш табадистик. Даунтаун Лос-Анджелес, сейчас нас ребята привезли в какое-то крутое место, поднимаемся на лифте, видно весь город, ночной город. Какой этаж там будет? 35. 35 этаж, приехали. Там на выше находится ресторанчик, бар. Итак, мы поднялись наверх, взяли себе коктейльчиков, май-тай, мохито, за знакомство. Мы к вам приемы чего гости? Либо к нам приезжать, ого. Куда к вам? В Питер. Сегодня наш последний день, когда мы находимся в Соединенных Штатах Америки. Мы приехали опять в свою контору. Прикиньте, мы проехали из Майами прямо в Лос-Анджелес. Взяли машину в Майами и возвращаем в Лос-Анджелес. В общем, приехали в контору, которая называется Сикс. Мы здесь купили, взяли автомобиль в аренду. Здесь, конечно, есть такие очень крутые тачки, вообще просто. Очень крутые тачки. Поэтому, если вы сюда приезжаете и у вас больше денег, чем у нас, то вы можете взять себе намного круче тачку, чем была у нас. Но наша вот стоит. Зато это самый экономный вариант. Нас привезли в аэропорт, вот на такой машинке от Сикста. И если вы тоже будете рендовать там машину, и вообще в любой другой конторе, в каждой конторе есть своя машинка. То есть, как он называется? Шаттл. Шаттл до аэропорта. Точно принесли поесть. Вот так все выглядит. Где-то курочка, салатик есть, масло. Я взял себе венца, чтобы хорошенько уснуть сейчас. И, конечно же, завершающий этап, потому что на Ютубе любят цифры. У нас на все ушло 6 тысяч долларов. Это абсолютно все. Перелеты, аренда автомобиля, все там парки, Диснейленды. Все абсолютно. Это еще учесть, при том, что мы жили многие дни у подписчиков дома, экономили. То есть, это просто был бомж тур. И чтобы сделать бомж тур по США, нужно потратить минимум 6 тысяч долларов. Имейте это в виду. В общем, надеюсь, что вам этот сезон понравился. Лайкосик там, заряжайте, пишите комментарии, были ли вы в США. Напишите там какие-то полезные, может быть, штуки, которые у вас происходили. Моменты положительные, отрицательные. Нам будет очень интересно почитать. И до встречи в следующих сезонах. Все, пока-пока.